всем привет сегодня у нас очередное видео в котором мы рассказываем как делаем различные операции в мастерской сегодня у нас еще одно видео по заточке и сегодня мы будем точить резачки для маркетрии и в принципе небольшие косички для каких-то мелких работ все вот у нас тут лежит немало все они разные все чуть-чуть по-разному затачиваются так что давайте потихоньку начнем по инструменту заточному сегодня нам понадобится все тот же минимум о котором мы говорили в первых видео это тысячный трехтысячный камень и провилка с пастой гоя кожный какой-то небольшой отрезочек которую на которой нанесена паста гоя любая полировальная паста и начнем давайте с самого простого варианта для заточки то есть такой вот простой широкий косяк для работ по парке 3 там где нам не требуется никаких выкруженных линий никаких выкруженных резов его особенность в том что установочный угол для заточки для основного угла скоса у нас задается в том числе и на ручке то есть у нас здесь есть спуски на ручке которые вместе с клинком образуют определенный угол так что во время заточки мы берем и устанавливаем как бы сразу на две точки контакта на ручку и не подсказать на само жало наш мужик также пытаемся добиться равномерного заусенца по всей длине кромки чтобы нигде ничего не блестела и так вот у нас появился равномерно матовый блеск по всей кромке появилась по всей длине заусенчик небольшой дальше можно переходить на трехтысячный камень и здесь уже работать небольшой микрофасочкой просто потому что это достаточно нежный угол получается для работы особенно по каким-то твердым экзотическим породам шпона поэтому ставим наш основной угол и слегка приподнимаем здесь достаточно небольшого количества движений небольшого количества проходов и дальше также слегка подполировываем на пасте горе не сильно заваливая нашу кромку наш первый подопечный заточен следующий вариант это достаточно распространенный тот же вариант это резачок у которого вставлен нож от цангового обычного ножа здесь не цанговый зажим а он вклеен в деревянную ручку здесь уже немножко посложнее также начинаем с тысячного камня также добиваемся заусенца единственный нюанс это что чтобы поймать нам угол понять когда мы его поймали мы кладем наш рядачок на камень и кладем его заведомо ниже на угол ниже то есть ставим его на пяточку нашей фаски и слегка приподнимаем и в тот момент когда вода из-под фаски выгоняется это значит что угол мы свой поймали в этот момент нам нужно зафиксировать положение рук и начать движение всем корпусом а не только руками бы никакого качания не было итак пересечение у нас двух из костей произошло заусенец появился и опять подполировываем уже более тонким камнем нашу кромку и здесь опять же можно слегка и поднять наш угол это больше зависит уже от пород с выработается то есть для твердых пород чуть-чуть можно по тупее сделать угол заточки и так же завершаем процесс заточки на пасть углы мы убираем таким образом и какие-то остатки заусенца которые там могли остаться и излишнюю влагу как то чем и в данном случае на водных камнях следующий вариант заточки это достаточно интересный вариант резачка профессионального изготовленной мастером сергеем борзовым то есть вся особенность здесь непосредственно в заточке что она бы имеет такую заточку как у стрелы здесь не только за . идет по фаске но и по обуху есть небольшая заточенная зона поэтому то чем мы вначале основную фаску потом уже переворачиваем и дотачиваем слегка самый кончик бушка тот же самый принцип вначале добиваемся заусенца потом его убираем результаты мы добились и опять подполировываем на тонком камнях также и основную фаску и часть на обушке и слегка подполировываем на пасте обои следующий пациент это достаточно тяжелый случай потому что он достаточно тупой прям буквально видно блеск по всей длине кромки причем такой достаточно неплохой главное в такой вот точке это не не потерять этот угол то есть чтобы не получилось линзы и чтобы наш резак не превратился в колон и не раскалывал наш спон здесь опять же берем устанавливаем ищем наш угол фиксируем руки и двигаемся уже корпусом результаты мы добились переходим на более мелкий камень опять финишируем на пасте так ну финальный на сегодня резачок в нем небольшая особенность в том что он с односторонней заточкой то есть прежде чем его затачивать в принципе нужно вначале вывести плоскость то есть по аналогии со стамеской нужно вывести лицо а потом уже затачивать фаску здесь он уже затачивался нам этого делать не надо но если же вы делаете сами резак и затачивать его впервые то неплохо его вывести ему вывести лицо также устанавливаем фаску фиксируем угол и двигаемся корпусом а не двигаем руками и уже в конце можно слегка поработать нашим тонким камнем по лицу убирая наш заусенчик и вот мы в принципе заточили здесь наш объем все это примерно в реальном времени и это как раз тот вариант когда нужно учиться изначально точить на руках и потом уже если надо прибегать к заточке на тележках просто потому что вот резаки вы никак ни в какую тележку не сможете поставить здесь очень важен навык заточки ручной то есть заточки только на руках на этом все надеюсь это видео было вам хоть как-то полезно интересно всем пока